Добрый день дорогие друзья! Рада видеть вас на канале Алина Резельман ТВ. Сегодня хочу поделиться с вами уникальным рецептом салат со сменогом. Этот рецепт я привезла из Греции. Кстати, он есть на моем сайте, а также в моей книге «Диета Афродиты». Если кто-то уже видел, это книга о силе афродизиаков. И сегодня наш главный герой – это афродизиак осьминог. Для рецепта также понадобятся салат руккола, белые гигантские бобы, черные оливки и сушеные томаты. А также я поделюсь секретом специальной заправки для этого салата. Сладковатое мясо осьминога напоминает по вкусу мясо кальмара, но оно намного мягче. Осьминогов отваривают, жарят, тушат, запекают и маринуют. В мясе осьминога содержится большое количество белка, полезных элементов, таких как магний, кальций, натрий, калий, железо, фосфор и медь. А также большое количество витаминов группы В, А и С. Кроме того, не забывайте, в этом репродукте вы можете найти омегу-3 и фосфорную кислоту. Богато мясо осьминогой и цинком, который тормозит процессы старения кожи. Именно поэтому я рекомендую есть осьминога в большом количестве. Для приготовления салата с осьминогом осьминог лучше порезать ровными дольками, небольшими кружочками. Затем все это перемешиваем с руколой, добавляем черные оливки, добавляем сушеные томаты. Также, как я вам говорила, для придания свежести можно использовать сельдерей. Этот салат появился в средиземноморской диете довольно давно. Его можно встретить и в Италии, и в Испании, и в Греции. Но самое интересное, чему меня научили греки, это специальное приготовление заправки. Нам понадобятся каперсы, также большая головка чеснока, которую лучше будет раздавить для того, чтобы у нас был с вами чесночный сок. Нам понадобится также свежий лимон. Можно его просто выдавить, чтобы у вас получилось где-то примерно две столовых ложки. Также для этой заправки я использую столовую ложечку меда, добавляю бальзамического уксуса, также немножечко столовая ложечка подойдет. И большое количество оливкового масла. Все это очень хорошо мы с вами перемешиваем и затем аккуратненько поливаем наш салат этой заправкой. Лучше заправлять салат сразу перед подачей. В самом конце не забудьте добавить в ваш салат гигантские бобы. Проставьте лайки и подписывайтесь! Жду вас! Всего доброго!